Особняк Почему на улице Бишоп-авеню в Лондоне стоит целый ряд таких пустующих и заброшенных особняков? Возможно, этому есть какое-то логичное объяснение? Сегодня мы поговорим с вами об этом феномене и выясним, в чем же здесь дело. Погнали! Бишоп-авеню – это одна из самых дорогих дорог не только в Лондоне, но и во всей Великобритании. За счет того, что здесь строят ряды домов миллиардеров, эта улица признается второй по богатству во всей стране. Всего здесь имеется 66 огромных особняков, стоимость которых колеблется от 2 до 70 миллионов фунтов стерлингов. 22 же из них являются заброшенными. Они представляют собой своеобразные капсулы времени, со своими паутинами, мусором, заколоченными окнами, высохшими бассейнами, заросшими садами, граффити и так далее. Возле этих особняков нередко можно увидеть дорогие автомобили и роскошную мебель, которая была вынесена из домов. В число многомиллионных руин вошли 10 особняков королевской семьи Саудовской Аравии с темостью 119 миллионов долларов, приобретенные между 1989 и 1993 годами. А также вилла основателя Сахарной империи Тейты Лайл под названием Хеллс Холл с 14 спальнями, выставленная на продажу за 106 миллионов долларов. Помимо этого, на Биши по Веню имеются виллы известных британских телеведущих, магнатов и прочих миллиардеров. Считается, что здесь даже стоит вилла, которую некогда снимал известный певец Джастин Бибер. Отметим, что большинство запущенного имущества принадлежит компаниям, зарегистрированным на британских, Виргинских и Нормандских островах, Карюсао, Багамах и Панаме. Что позволяет их зарубежным владельцам оставаться анонимным и не платить большие деньги в качестве налогов. Но почему же всего на одной улице расположено столь много заброшенных поместьй? Ответ прост. Вся проблема в цене. Дело в том, что большинство этих домов были куплены еще в 80-х годах по цене примерно за 1 миллион фунтов каждый. Сейчас же цена на эти особняки взлетела до 20 миллионов фунтов стерлингов. И именно из-за постоянно растущих цен на недвижимость в Лондоне, и в частности на Биши по Веню, эти дома не покупаются для проживания местными жителями. В основном их приобретают иностранцы, делая своеобразные инвестиции на будущее. Но поскольку дома пустеют, они приходят в упадок и приобретают плачевный вид. Сейчас Биши по Веню похож на улицу, представляющую собой дорогие, но безжизненные бетонные блоки. Тем не менее, все местные особняки регистрируются в кадастре и учитываются в качестве недвижимости. Поэтому их нельзя считать полностью заброшенными. С юридической точки зрения, это обычное жилье. Так или иначе, это лишь на бумаге. На самом деле, это место – настоящая глушь. Постоянные жители района жалуются, что жить на улице миллиардеров скучно, и неприятно, что они никогда не видели многих своих соседей, и что большинство домов, обитаемые лишь пару дней в год. А один из подрядчиков, ремонтирующий одну из местных вилл, назвал Биши по Веню одной из самых дорогих пустошей в мире. Стоит сказать, что это настоящая проблема для Лондона, и власти стремятся ее разрешить. Поскольку местные жители не желают покупать дорогущие особняки на Биши по Веню за 20-40 миллионов фунтов стерлингов, власти и подрядчики предлагают наполнить местный рынок квартирами, построив на этой улице здание с 20 квартирами, бассейн длиной в 25 метров, спа и кинотеатр. Эти меры направлены на предотвращение окончательного разрушения одного из самых богатых районов столицы Туманного Альбиона. В любом случае, данный феномен представляет собой особый случай. Удивительно, что некоторые богатые люди так спокойно относятся к тому, что купленные именно несколько миллионов фунтов стерлингов особняки постепенно приходят в упадок. Ведь для большинства обычных людей такие поместья являются жильем мечты, к которому они стремятся всю свою жизнь. Более того, всего на одной улице сосредоточено целых 22 таких дома мечты, которые, возможно, являются целью многих людей. И именно этот факт делает феномен заброшенных особняков на Бишепа-Веню таким удивительным и необычным в своем роде. И раз уж мы заговорили про заброшенные дома, давайте немного расширим эту тему и в качестве бонусной части этого выпуска поговорим о шести интересных и ценных вещах, которые были найдены в заброшенных местах. Редкие карточки В 2015 году группа городских исследователей наткнулась на один заброшенный склад в Детройде. На чердаке склада они обнаружили настоящий клад. Ящики, заполненные гигантским количеством карточек с бейсболистами, хоккеистами и гонщиками Носкар. Возможно, для нас эта находка не значит совершенно ничего. Однако для американцев эти карточки являются настоящим сокровищем, поскольку большинство из них можно очень выгодно продать. А все потому, что такие карточки пользуются большим спросом среди коллекционеров. Несмотря на то, что все на складе было покрыто толстым слоем пыли, все карточки сохранились в целости и сохранности, и многие из них были очень редкими и старыми, а значит, стоили очень дорого. Учитывая огромное количество самих карточек, а также их редкость, весь клад был оценен в 1 миллион долларов. Несмотря на то, что карточки, по идее, принадлежали тому, кто раньше владел складом, на котором они были найдены, владелец так и не объявился. Ввиду этого, один из городских исследователей начал продавать карточки через интернет и получать за это большие суммы денег, которые он делит между остальными исследователями, нашедшими клад в тот день. Комиксы Как вы, возможно, уже знаете, некоторым счастливчикам иногда удается найти у себя дома настоящее сокровище, которое может стоить даже больше, чем сам дом. Одним из них стал Дэвид Гонзалес из города Хоффмэн, штат Миннесота. Он заплатил около 10 тысяч долларов за дом, который требовал срочного ремонта, и тут же принялся заниматься отделкой и реконструкцией. В один из рабочих дней он разбирал изоляционную систему в стене в гараже, и заметил, что предыдущий владелец дома использовал в качестве утеплителя газеты и комиксы. Один из комиксов тут же привлек внимание Гонзалеса, и он решил показать его жене. После этого он решил отнести книгу комиксов оценщику, чтобы тот сказал ему, сколько она может стоить. Оказалось, что это была книга комиксов под названием «Экшен комикс номер один 1938 года». Именно в этой книге комиксов впервые в истории появился Супермен, поэтому она очень ценится среди любителей супергероев и обычных коллекционеров. Несмотря на то, что книга была серьезно потрепанная, ее все равно оценили в 100 тысяч долларов и впоследствии продали на аукционе. Таким образом, найдя этот комикс, Гонзалес окупил свои вложения в десятикратном размере. Бочка с артефактами Майя В 2004 году, после смерти одного известного художника, члены семьи наняли уборщика, чтобы он вынес все ненужные вещи из дома усопшего. Во время уборки работник по имени Ник Димола нашел старую бочку, которую ему позволили выбросить, поскольку все посчитали, что бочка не представляет никакой ценности. Димоле приглянулась бочка, поэтому он не стал ее выбрасывать, а отвез ее к себе на склад, где она пролежала много лет. В 2009 году он решил избавиться от нее, поэтому снял крышку, чтобы разбить бочку на маленькие кусочки. Оказалось, что члены той семьи ошибались. На самом деле, бочка была невероятно ценной, поскольку в ней хранились старинные артефакты народа Майя возрастом в две с половиной тысячи лет. Согласно закону, любой человек может присвоить себе любой мусор, лежащий на государственной земле, поэтому Ник оставил артефакты у себя, ведь бочка, как вы помните, была признана мусором. В итоге уборщик отнес артефакты на анализ, где их признали аутентичными и оценили в 16 с половиной тысяч долларов. Картина Иногда люди выбрасывают на улицу старую мебель, и в этом нет ничего удивительного. Однако вещь, которую однажды обнаружила Элизабет Гибсон, оказалась куда ценнее даже самой дорогой мебели, которую когда-либо выбрасывали на помойку. В 2003 году Элизабет прогуливалась по улицам Нью-Йорка и наткнулась на большую кучу мусора возле дороги. Среди обычного мусора лежала разноцветная картина, которая приглянулась Элизабет, поэтому она забрала ее домой. Ей стало интересно, кто мог нарисовать эту картину, поэтому она провела небольшое исследование и обнаружила, что ее автором был известный мексиканский художник Руфино Томайо. Оказалось, что это была утерянная картина «Три персоны» 1970 года стоимостью в 1 миллион долларов, которую украли примерно в начале 80-х годов. Помимо этого, Элизабет выяснила, что человеку, нашедшему и вернувшему картину законному владельцу, будет выплачено вознаграждение в размере 15 тысяч долларов. Несмотря на то, что Элизабет могла продать картину на аукционе или даже на черном рынке и стать миллионершей, она решила поступить правильно и отдать картину законному владельцу. Да, Элизабет получила намного меньше той суммы, что могла бы получить. Однако, можно точно сказать, что ее совесть осталась чиста. Монеты и слитки Думаю, всем известно, что заброшенные складские помещения – это одно из лучших мест, где можно найти заброшенные ценные вещи. Тем не менее, я не думаю, что хоть кто-то ожидал бы обнаружить в только что купленном складском помещении настоящий клад. Такая история произошла с одним из участников популярного американского шоу «Хватай не глядя». После того, как некий участник из Сан-Хосе выиграл в битве за склад, он открыл дверь в складское помещение и увидел, что в нем находилось 16 старинных золотых испанских монет, испанские банкноты, а также несколько золотых и серебряных слитков. По правилам шоу, участнику, выигравшему в битве и получившему склад, достается все содержимое склада. Таким образом, счастливчик заполучил в свою собственность все драгоценности, общая стоимость которых была оценена в полмиллиона долларов. Ему невероятно повезло, потому что за сам склад он заплатил всего 1100 долларов. Очень выгодное вложение, не так ли? Лотерейный билет Многие люди мечтают выиграть в лотерею и сорвать крупный джекпот, поэтому неудивительно, что порой споры за обладание выигрышным лотерейным билетом даже доходят до суда. Такая история произошла с Кевином Донованом и Эдвардом Сент-Джоном, жителями Массачусетса, США. Как-то раз Кевин купил в магазине пачку лотерейных билетов, но потом по какой-то причине он просто выбросил их на помойку, даже не догадываясь, что один из этих билетов был выигрышным. Спустя определенный промежуток времени, Эдвард Сент-Джон нашел горсть этих билетов и решил забрать их себе. Оказалось, что один из них был выигрышным билетом на целый 1 миллион долларов. Узнав об этом, Донован заявил, что билет принадлежит ему, и начал судиться с Сент-Джоном. Через два месяца после начала всей истории Донован умер, а за право обладания выигрышем продолжали бороться его дети. Изначально комиссия приняла решение в пользу Сент-Джона, заявив, что правом снятия денег обладает тот, кому принадлежит билет, а не тот, кто купил его. Впоследствии же решение было изменено, и суд постановил, что джекпот должен быть разделен. Согласно решению суда, было принято, что на протяжении 20 лет дети Донована будут ежегодно получать 7 тысяч долларов, а нашедший билет Сент-Джон будет ежегодно получать 43 тысячи долларов. А на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр!